А вот в Германии политического ставленника Ангела Меркель обвиняют в коррупции. Начался суд над бывшим президентом страны Кристианом Вульфом. И он не оригинален. Все обвинения называют фарсом. Татьяна Лугунова из Берлина. Раньше его можно было встретить на саммитах, престижных форумах и светских раутах. Сегодня журналисты ловили Кристиана Вульфа у здания земельного суда Ганновера. Впервые в истории страны начался суд над бывшим президентом Германии. Процесса можно было избежать. Судья предлагал Вульфу заплатить штраф и закрыть дело. Но политик решил идти до конца. Конечно, это не самый легкий день, но я уверен, что смогу оправдаться по всем обвинениям. Как служащий я не совершал ничего противозаконного. Кристиана Вульфа обвиняют в использовании служебного положения в личных целях. Речь идет о событиях 2008 года. Тогда Вульф был еще не президентом, а премьер-министром земли Нижняя Саксония. Так вот, он с супругой съездил на пивной фестиваль Октоберфест в Мюнхен. А вот гостиничные счета, пары и ужин в роскошном ресторане на сумму 700 евро оплатил друг семьи и кинопродюсер Давид Грёневольд. Вульф в долгу не остался и в знак благодарности помог другу найти спонсоров для его нового фильма. Когда эта информация попала в прессу, Вульфу пришлось уйти в отставку с поста президента. Теперь его еще и судят. Если признают виновным, Вульфу грозит штраф или три года лишения свободы. Свой вердикт судьи вынесут будущей весной. Впрочем, юристы уже назвали этот процесс прецедентом, а вот бывшие коллеги и друзья Вульфа молчат. После того, как он ушел из большой политики, дело Вульфа никто не комментирует. Татьяна Лугунович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.